Приветствую вас, и как вам уже ответили коллеги, существует соответствующий раздел психологии, но он относится больше именно к различиям половым, тогда как, как бы конкретно женская психология не существует. Дело в том, что женская психология, как термин, как такое вот понятие, появился в результате непонимания мужчин и женщин. В действительности, в философии существует такое понятие, как формальная логика, то есть логика научная. Это формальная научная логика, она достаточно четко, раскрыта и охарактеризована. Есть у этой науки, это целая наука, логика, и она построена мужчинами. Женщины, в силу вот своих особенностей, этой логики пользуются поскольку действуют в обход ее формальной логики. И именно потому, что они, женщины, действуют в обход формальной логики, мужской логики, считается, что женская психология это что-то стоящее на нашем мире. Почему? Потому что в основе мужской психологии лежит рационализм, оптимальность, актуальность и прочее. А в основе женской логики лежит эмоциональность, порывистость и, наверное, фонтанность. И за счет этого мужчины и женщины часто понять друг друга не могут. Потому что мужчина, например, он приходит в женщины в магазин, да, допустим, и вот он, мужчина, чисто по-человечески не может понять, ну почему женщина так много времени тратит на то, чтобы ходить в магазин. Мужчина пришел, выберет, что ему нужно, а женщина может часами ходить, часами там выбирать и так далее. И вот именно эта особенность является женской психологией в житейском смысле. На деле же, на деле, на деле, никакой научной женской психологии нет. Просто мужчины и женщины отличаются друг от друга по своему поведению, по своим принципам восприятия. И это имеет физиологические и личностные особенности. Поэтому, говоря о женской психологии, можно лишь заметить, что пишут так называемые околопсихологические и публицистические, научно, ненаучно браться популярные статьи, где, можно сказать, высмеиваются определенные проявления женской психологии. Но это все не научно, это все не имеет под собой никаких реальных доказательств. Потому что, по большому счету, в серьезных ситуациях, в ситуациях достаточно критичных, когда нужно, и мужчины, и женщины, они ведут себя в некоторой степени очень похоже, потому что, все-таки, мы все люди. И, а женских психологов, как таковых, нет. Хотя, многие эксперты, ну, по крайней мере, вот я видел экспертов, они работают именно с тренингами для женщин. Большинство клиентов, которые у нас на ресурсе, тоже женщины. Связано это с тем, опять-таки, особенностями женщин и мужчин. И, как такового, различия между ними не делается. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Если вам понравился мой ответ, ссылите его, пожалуйста, лучше. Буду вам благодарен. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу.